Если вы, как и я, испытываете симпатию к универсалам, то выбора у вас почти нет На российском рынке представлены среди более или менее доступных только Ford Focus, который вот-вот уйдет с российского рынка Skoda Octavia, которую собирают только в Чехии, поэтому она дорогая И Kia Seed И вот компания Kia приготовила для нас с вами сюрприз Еще один универсал, при этом элегантный, Kia Pro Seed Под этим названием раньше продавался трехдверный хэтчбэк А теперь посмотрите, какая красавица Пониженная почти на 4 сантиметра линия крыши Плавно спадающая задняя стойка Все это корейцы называют термином Shooting Brake Мне кажется, Kia Pro Seed самый элегантный автомобиль в семействе Seed А может быть и во всей модельной гамме Kia А ведь, казалось бы, сделали всего ничего Понизили кузов на 38 мм Завалили задние стойки в 64 градуса И все, совершенно другое впечатление Стремительный силуэт, элегантные линии В термине Shooting Brake, которым корейцы обозначают этот автомобиль Скрыто некоторое лукавство Дело в том, что так обычно обозначают Эксклюзивные двухместные универсалы Которые строятся по заказу богатых и знаменитых на базе спорткаров Правда, теперь этот термин несколько девальвировался Сейчас так называют почти любые пятидверные универсалы С плавно не спадающей линией крыши Например, как Mercedes CLA или CLS Каждому, кто уже поездил на Kia Seed нового поколения Этот салон покажется знакомым и одновременно каким-то не таким Да, здесь та же самая панель приборов Тот же самый трансмиссионный тоннель Но настроение другое А все благодаря более низкой, плотной посадке Благодаря нависающей крыше Кстати, руль здесь тоже свой, подсеченный снизу Когда рассуждают о багажниках автомобилей с кузовом типа Shooting Brake Обычно говорят об охотничьих трофеях, ружьях Ну или в худшем случае о сумках для гольфа Ну, чего бы вы не захотели положить в этот багажник Туда влезет многое Его объем превышает 600 литров Это едва ли не лучший в классе показатель Другое дело, что ради большого багажника Явно принесли в жертву простор на задних сиденьях Для водителя низкая линия крыши не представляет никаких проблем Садимся, регулируем кресло под себя Все замечательно, проблем нет А вот если усесться на заднее сиденье Совсем другое дело И дело не только в низком уровне крыши Низкий уровень крыши Это не проблема для пассажиров заднего ряда Ну, один раз ты заденешь кромку при посадке Гораздо большая проблема — это короткая колесная база Из-за которой за высокорослым водителем Ты просто обнимаешь ногами спинку переднего сиденья Во мне 190 сантиметров роста И видите, как я сижу Как и следовало ожидать от автомобиля с претензией на спортивность Kia Pro-Seed предлагается только с двумя двигателями Самыми мощными Причем каждый из них поставляется только в одной единственной комплектации Мотор попроще — это 1,4 мощностью 140 лошадиных сил Комплектация GT Line И двигатель 1,6 Turbo Мощностью 204 лошадиные силы У него богатая комплектация GT Оба двигателя снабжаются исключительно 7-ступенчатым роботом Десяти с двумя сцеплениями Двигатель дает о себе знать только в режиме энергичного разгона Но все равно Kia Pro-Seed — довольно шумный автомобиль Очень хорошо прослушиваются шины Фон от дороги Вот этот весь гул Как вы догадываетесь, ранней весной в Подмосковье нам не пришлось искать плохие дороги И машина вполне сносно с ними справилась Да, здесь подвеска немного жестче, чем на обычном Сиде Но вполне энергоемкая и даже на лежачих полицейских ее не пробивало Временами машина, быть может, слишком подробно повторяет профиль дороги Но в целом нет — вполне комфортная подвеска Шасси практически не отличается от обычного Kia Seed Спереди здесь стойки Макферсон, сзади — многорычажная подвеска На машинах с мотором 1.4 лишь немного жестче сделаны пружины А вот с двигателем 1.6 здесь и более жесткие пружины, и перенастроенные амортизаторы, и более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости Если на плохой дороге поехать побыстрее, то начинает напрягать плавающее усилие на руле Что-то происходит с колесами, но непонятно что Да и вообще по рулю обратной связи не хватает Казалось бы, едешь по ровному гладкому шоссе Вот он, четкий ноль, все нормально А стоит поехать побыстрее по плохой дороге, и появляется какая-то неуверенность Колеса отдельно, руль отдельно, где ноль, приходится подруливать Если же вы не ездили на новом Kia Ceed, то скажу Эта панель приборов на картинках выглядит точно лучше, чем в жизни Она вполне симпатичная, логично спроектирована Здесь все на своем месте Удачно расположены кнопки Все они довольно качественные Но если вы вдруг думаете, что вот благодаря этой прострочке панель приборов выглядит так, будто бы она обшита кожей То нет Вот это вот за кожу не примет даже очень близорукий человек Это обычный, не самого высокого качества пластик Приведя полдня за рулем базового ProSida с мотором 1.4 Turbo Я применял его на такой же, с двигателем 1.6, мощностью 204 лошадиные силы Это богато оснащенная машина с 18-дюймовыми колесами, люком, особым обвесом с красненькими вставочками Но если за что и можно влюбиться в эту машину с первого взгляда Ну или точнее с первого приседа То вот за эти вот сиденья Глубокие такие кресла с комбинированной замшево-кожаной обшивкой Отличные сиденья Замша цепляет за спину, сидишь глубоко, как влитой У версии GT подвеска явно жестче Она подробнее повторяет профиль дороги Сильнее реагирует на трещины асфальта Но я бы не сказал, что она тряская Она просто более плотная И вы знаете, мне это больше нравится, чем базовая модификация Как-то естественнее ощущается Затягивые возможности 204-сильный мотор на версии GT Можно только похвалить Ну здорово разгоняет машину, ничего не скажешь Голоса ему не хватает А еще за рулем ProSeed'а в версии GT Особенно бросается в глаза, точнее в уши То, что двигателю специально старались придать спортивный тембр Здесь другая выхлопная система И разница заметна на любом маломальском разгоне Но вот результат я похвалить не могу Звук, который издает выхлопная система при разгоне с низких оборотов Или когда раскручиваешь мотор до высоких Настолько неестественный, что кажется, как будто бы играешь в компьютерную игрушку Ласкать слух эти шумы не могут Как вы догадываетесь, красота, пусть даже с неудобствами при посадке в виде довеска Не может стоить дешево Такая машина обойдется вам минимум в миллион пятьсот двадцать тысяч Это практически на двести тысяч дороже аналогичного универсала Kia Ceed SV Стоит ли это такой переплаты? Решать вам Тем более, что сравнивать практически не с чем Аналогов на российском рынке у ProSeed практически нет Разве что Mercedes CLA Shooting Brake Который еще неизвестно, будет ли продаваться А если и будет, то будет стоить не меньше двух с половиной миллионов рублей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok